В нашем городе 60 тысяч владельцев пластиковых карточек Юганскнефтебанка. Они пока не подозревают, что скоро многие из них станут счастливчиками. Для этого достаточно лишь пойти в один из магазинов в нефтеюганском регионе и расплатиться за покупки с помощью пластиковой карточки. Призы будут разыгрываться самые разные. Это и бытовая техника, и наборы посуды, и другие необходимые в каждом доме вещи. Розыгрыш призов будет проводиться ежемесячно. Победителями станут те, кто чаще всех будет рассчитываться пластиковой карточкой Юганскнефтебанка или сделает покупки на большую сумму. Магазины, обслужившие наибольшее количество клиентов, держателей карточек Юганскнефтебанка, также получат поощрение со стороны банка. Так что пластиковая карта Юганскнефтебанка сегодня не просто удобный и современный способ хранения денег. Она может стать вашим счастливым билетом. Главное, как можно чаще пользоваться ею. Наталья Сухарева, Сергей Суслов, Новости, Интелком. На улице космонавтов живут 19 семей, приехавших из Дагестана. Сами проложили дорогу, построили дома из таких вагончиков. За свои кровные установили лэб. Таково было условие гороэлектросетей. Теперь электрики линию подключать не хотят. Отказывает и горкомзем. Сейчас они говорят нам документы, говорят, сделай это на землю. Нам ее не сделают они. Горкомзем отказывает. А почему отказывает? Горкомзем отказывает. Потому что не положено здесь строиться. А когда мы сюда поселялись, они не говорили, что не положено ничего. Мотивацию отказа чиновники нашли только через год. Улица космонавтов находится на промышленной территории. И под дорогой проходит нефтепровод. Комментарий жителям дали наибанальнейший. Просто вспомнили о нефтепроводе поздно. А между тем на улице космонавтов в холодных комнатах растят детей. И даже находят время перечитывать классиков. Недавно Некрасова перечитывала. Я сейчас просто волнуюсь. Стихотворение его барин. Очень близко подходит к нам. Вот барин приедет и решит все наши проблемы. Вот мы недавно ходили к мэру, записались к нему на прием. Значит, заявление свое оставили там у него. Очень надеемся на его помощь. Андрей Кондрашов, Андрей Мельников, Новости, Интелком. Продолжение следует...